В Екатеринбурге вечером, уже сильно при искусственном освещении, на перекрестке Вильгельма Дегенина и Академика Ванцовского, что на Академе, случились съемки ремейка сильно прогремевшего, но уже как бы даже и чутка подзабытого сериала «Слово пацана», а точнее его второго названия, которое мало кто вспоминал – «Кровь на асфальте». В главной роли снялась молодая актриса Лужа Красная, которая, собственно, и сыграла «Кровь на асфальте». Но это был всего лишь эпизод. Основная фабула киношки такова. По улице Дегенина, а если есть улица Дегенина, должна быть и улица Д. Чебурашкина, так вот, по Вильгельма Дегенина от объездной в сторону Краснолесья катился доставщик еды, приписанный к сервису «Деливери». Его звали Дамир, и ехал он на золотом мелколитражике «Део Матис». Зеленый короб с хавкой для клиента стоял на заднем сидении. На перекрестке с академикой Ванцовского пищевой курьер затеял пойти налево. И, конечно, по правилам 2D, поворотливый Матис должен был пропустить всех встречных прямоходящих под Дегенина. И доставщику Дамиру показалось, что он реально всех пропустил. То есть справа от себя он никого не увидел и поехал налево. А в это время на Дегенина происходила ситуация, как в фильме ДМБ. Суслика видишь? Нет. И я не вижу. А он есть. Роль незаметного суслика исполнил пиратский черно-белый мотобайк «Кавасаки Вулкан». Но пиратский он не потому, что был собран где-то за пределами Японии с попранием авторских прав, а потому, что на бензобайке был нарисован веселый Роджер. А на самом вулкане ехали два пирата. А точнее, судя по черному шлему с воздухозаборниками в виде кошачьих ушей, пират, а за ним его пиратиха. Вот эту-то парочку на «Кавасаки» пищевой курьер Дамир и не заметил. Это кого-то удивило? Думаю, нет. Это типичнейший откоряк автопилота. Дескать, мотоциклы настолько быстрые и маленькие, что их трудно увидеть издали. А когда их все-таки удается рассмотреть, они уже, как правило, вонзаются в бочину болида и разваливаются посреди трассы. Так получилось и в этот раз. Незаметный, читай, быстрый и маленький вулкан влетел в заднюю правую дверь Матиза. Два пирата перелетели через мелколитражку и покалечились до крови на асфальте. У «Кавасаки» с мясом вырвало переднюю вилку. И вот как тут не вспомнить еще один великий фильм? Ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе. Это могло быть сказано и о байкерах. Обоих изувеченных пиратов на каретах увезли в 36-ю травматологию на комприк. Пилот, закрутившегося при ударе и вылетевшего на рельсы Матиза, Дамир, здоровьем не повредился. Потому у нас есть редкая возможность услышать из первых уст, почему мотоциклы невидимы. Я поворачивал, и никто не этого не видел. А мне машина не было. И машин невстречных никого не было, да? Нет. Почему, считаешь, не увидел? Быстро ехал или его не видно было? Как? Слишком скорость была на мотоцикле. А на мотоцикле-то один боец был или вдвоем они с пассажиркой? Не знаю точно, наверное, вдвоем они. Вдвоем были? Сильно они пострадали, нет? Не знаю. Не подходил к ним даже, что ли, не спрашивал? Нет. Не подходил к ним даже, потому что всё это было.